Выразный барабанный ритм, пунктовые растяжки с лозунгами. На урочистом митингу, как и 33 года тому, строй маршем ведут пионеры Жлобинской районной организации. На Пляцовце, каля Белорусского металлургического завода, больше за 100 пионеров из разных регионов Украины. Школьники, кто давно пережил хвалюючие хвилины принятия пионерской присяги, приймают у пионеры молодших и повязывают им гальштуки. Гучать венчаванни от керауниства района металлургического завода и у дельников первой пионерской плавки у адрес усих у дельников школьного патриотичного руху. Свои успамины об таким же святе 33 годы тому детям рассказывая начальника отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди Жлобинской райвы Конкама Валентина Няхай. Тогда она, старейшая пионерважатая, затрадом Жлобинской школы номер один, первой пропоновала провести для молодого предприемства масштабную акцию по сбору металлолому. Однажды открылась дверь пионерской комнаты, бежали такие взъерошенные мальчишки и девчонки и сказали, у нас есть идея провести районную плавку, собрать металлолом. Мы поддержали и пошли в горком комсомола. Принято было решение все-таки организовать не районную плавку, а республиканскую. И по всей республике начали пионеры собирать металлолом. И лучшие ребята приехали к нам в город Жлобин. И вот хвалюючий момент. 12 детей из разных кутков Беларуси, опранутые у Сталиварские суконки, супровожают на территорию предприемства гигантский скраповоз. Это тысяча тонник с дробленным ломом металлу, який для плавки собрали пионеры разных школ краины. На первые дни пройшел вельми подробязный инструктаж под техники безопасности. Никто не сдымает на мобильный телефон и никаких селфи. Детям потом пришлют фотосдымки, которые сами работники БМЗ. Температура у Сталеплавильной печи 1400 градусов. У меток безпеки дети назирают за загрузкой металлу с пульту кирования. Супрацовники цеха пропонуют школьникам самим повернуть заповедный ключ и запустить процесс плавки. Эмоции захлистывают. Многие со школьников, как трапить на БМЗ и стать удельником пионерской плавки, ночь с батьками провели в дорозе. Кто съехал на машине с Бреста, кто с Сослуцка, Солигорска, Минска. Дорослые и дети под велизарным ураджением от моции вытворшести, захлопляющей в огненной стыхии и потоку металлу. Металл, когда он в жидком состоянии, он очень похож на мед. Очень похож. На самом деле всегда было интересно посмотреть на это производство. Не просто по телевидению, а, как говорится, воочию. Поэтому впечатлений, конечно, масса. С моменту двух советских подобных пионерских акций 1986 и 1987 году дети на линиях столеплавильного цеху на угол николи не бывали. Под час экскурсии школьникам тлумачать, что год у этих цехах на переплавку и декаля трех миллионов тонн металлолому, якея перепрацовываются у арматуру, гарача катаные трубы и металлокорд. Реконструкция пионерской плавки у ПУННН БМЗ дасть махчымасть не только притягнуть увагу подрастающего поколения до традиций патриотичного руху, а ле и до пытанев выкрыстанья другасной сыровины. Наталья Капрыленко, Андрей Иванов, телерадоя компания Гомель, Сажлобина.